Всем привет! Вы на канале Велострана Обзор и с вами Семен Трухин. Сегодня познакомимся с дорожным велосипедом от компании Merida, модель Speeder 300 2021 года. Начать нас с того, для каких задач требуются подобные велосипеды, потому что это не совсем рядовой городской велосипед. По сути, данный велосипед напоминает собой шоссейный велосипед, но разве что с прямым рулем, потому что здесь и достаточно узкие колеса и покрышки, которые сюда одеты, здесь и похожая геометрия рамы, особенно если сравнивать подобный велосипед с шоссейными моделями категории Endurance, то есть здесь чуть более расслабленная посадка, чем на гоночных шоссейных велосипедах. Ну и, конечно же, здесь низкий вес байка. Ну а далее давайте углубляться в нюансы комплектации нашего сегодняшнего велосипеда. Рама здесь выполнена из алюминиевого сплава 6066 серии, что, в принципе, уже не очень-то стандарта. Конечно же, здесь присутствует байкинг-труб, чтобы рама была действительно легкой. Кроме того, переменное сечение трубам придается при помощи технологии механической формовки труб. У велосипеда плоские верхние перья, которые повышают, опять же, комфорт за счет того, что велосипед чуть лучше гасит вибрации. Задний тормоз здесь крепится по современному, внутри заднего треугольника, но стандарт здесь МТБшный, это пост-маунт. Кареточный стакан здесь обычный под резьбовые каретки, заднее колесо здесь крепится эксцентриком по ширину втулки 135 мм. Данная рама поддерживает и установку фирменного багажника от компании Merida, а также установку полноразмерных крыльев. Вторая важная часть этого велосипеда, это, конечно же, вилка, и она составляет некое единое целое вместе с рамой, и это все вместе называют фреймсетом. Здесь вилка у нас установлена карбоновая, это, опять же, решение сделано специально, чтобы повысить ваш комфорт, обеспечить хорошую точность и жесткость управлению велосипедом, и также карбон весит легче, чем алюминий, и поэтому велосипед, опять же, выигрывает в весе. Далее давайте переключаться на колеса этого велосипеда. Здесь они размером 128 дюймов, как и на всех подобных велосипедах. Обода здесь установлены достаточно узкие, с внутренней шириной профиля на 17 мм, также у них, конечно же, профиль двойной. Говоря о колесах, нужно отметить и спицовку, потому что здесь она не совсем со стандартным рисунком, но, опять же, это придает уникальности данному велосипеду. Тем не менее, количество спиц здесь абсолютно стандартное. Втулки здесь установлены от компании Joy-Tech, это тайваньский производитель втулок, который, в общем-то, достаточно известный. Втулки эти на промподшипниках. А зацепление с поверхностью здесь включают покрышки от компании Maxis, модель детонатор шириной 32 мм. Для любого велосипеда с шоссейным характером крайне важно и то, какая трансмиссия будет установлена. Здесь за компоненты трансмиссии отвечает серия Tiagro от компании Shimano. Это, в общем-то, любительский уровень оборудования. Здесь и передний переключатель этой серии, и задний переключатель, и, конечно же, монетки на руле, которые рассчитаны под прямой руль. Система здесь установлена с кареткой на внешних подшипниках с полом сквозным шимановским валом. Она, конечно же, здесь алюминиевая, и она стандарта компакт. То есть, ведущая звезда на 50 зубов, а маленькая на 34 зуба. И с точки зрения модификации данной трансмиссии, она здесь ниже классом, чем компоненты Tiagro. Это, в общем-то, самая базовая система, рассчитанная под такой стандарт крепежа от этого бренда. Ну, а что касается передаточного диапазона, то он здесь 2х10. То есть, сзади установлена у нас кассета на 10 передач. Так как данный велосипед рассчитан на высокоскоростную езду и на совсем-совсем немедленную, важно поговорить и о тормозах. Здесь они дисковые и гидравлические начального класса от компании Tektra. Также в комплекте шимановские тормозные диски под стандартный Peugeot Centerlock на 160 мм спереди и 160 мм сзади. В общем-то, для подобного велосипеда мощности этих тормозов будет точно достаточно. Переходим к рулевому управлению и седлу данного велосипеда. Рулевое управление здесь полностью алюминиевое, собрано на компонентах серии Expert от компании Merida. Руль здесь стандарта Flatbar, то есть этот руль плоский, без подъема, и также у него небольшая ширина, чуть менее 600 мм, что позволит как раз очень удобно эксплуатировать велосипед в городских условиях, где вам постоянно нужно кого-то объезжать и постоянно маневрировать в каких-то узких местах. Вынос комплекта установлен достаточно длинный, с подъемом на 6 градусов, и в комплекте с узким рулем это опять же грамотное, удобное решение. Седло здесь установлено тоже фирменное от Merida, серии Comp. Это достаточно мягкое анатомическое седло очень удобной формы. Подседельный штырь идет тоже алюминиевый на двухболтовом зажиме рамок седла. Последний штрих в комплектации любого велосипеда это, конечно же, педали. Здесь они идут с пластиковой платформы, она не широкая, без каких-либо агрессивных шипов, чтобы вы могли нормально эксплуатировать велосипед в вашей повседневной обуви. Также данные педали на насыпном подшипнике. Ну и в завершении хочется отметить, что у компании Merida получился очень классный и очень шустрый городской велосипед. Это не тот городской велосипед, к которому привыкло большинство пользователей, которые медленные, вальяжные, и на нем вы передвигаетесь медленно. Этот велосипед позволит вам передвигаться практически так же, как на спортивном шоссейном велосипеде, но со слегка повышенным комфортом. Поэтому этот байк у обычных велосипедистов определенно вызывает много интереса. Ну а если вы хотите еще более подробно познакомиться с данной моделью велосипеда, посравнить ее вживую с конкурентными моделями, примерить велосипед под свой рост, то, конечно же, приходите в любой из магазинов «Велострана». И вы также всегда сможете получить грамотную и профессиональную консультацию от наших специалистов.